Во, там никаких блокираторов, никаких ограничений реально нет. Мы проверили. Так, Фогич, погнали. О, земнет протектор? Не, не земнет протектор. Фокус подготовлен, блин, к фокусам Фогича. Приказывай. Я должен защитить... Защищать эту землю. Давай, Фогич. Он может. Он может вполне. Привет, Мортис. Гаррис, guide my path. А-а-а, смотрите. Пока строит там, строит тут. То есть здесь отменят, а там нет. Где опасность? Время пришло. Все, отменяется протектор спокойно. А второй достраивается. И коты первые идут уже. Блэйд почти второй, к сожалению, будет выбивать сейчас артефакт. Не того атакует Блэйда. Повелся на иллюзии. Фогич, увы. Протектор выкопался. И подходит ближе. Блэйд выбивает и получает второй уровень, к сожалению. Вторая, второй катан. И протектор уже на магазине. Уже на магазине протектор. Сейчас напоследок бы съесть. Нет, не съел. Все, протектор закопался. Козык начинает нарезать круги. Вызывает энтов. Поскакал. Ну и все. И протектор начинает... Ой, хороший блок. Сейчас от фокуса было по козлу. Критует Блэйд Гад. Нет регенерации. Надо переключаться на Грантов. Как же хорошо Бору переключился на Кота, видите? Урон колоссальный, конечно. Вот козлу не хватило второго уровня. Была бы прикопка, было бы совсем по-другому. В результате протектор ничего особо не сделал. Да, нанес урон, заставил там подлечиться. Да, рабочие постреляли. Кстати, рабочие много времени потратили. Леса у фокуса могут быть проблемы с лесом. Да, есть проблемы с лесом. Правда, он все равно заказал и второго героя. Хотя нет, есть проблемы с лесом. У него второго здания-то нет. А ему и не нужно второе здание. В это время Блэйд пытается отменить строящуюся базу. И возможно получится. Хотя Арча 2 энта довольно больно бьют. Блэйд мастера второй уровень получает. Точно не удастся сделать ничего здесь с экспандом. Урон Бороуза зависит от количества рабов в нем? Да, нет, урон не зависит, а скорость атаки зависит. Фиксированный урон 24-27, кажется. 23-27, извините. Но скорость возрастает с каждым новым рабочим. Ну и, кажется, возрастает пропорционально. То есть нет разницы по одному рабочему в три Бороуза или трех рабочих в один Бороуз. Есть, конечно, плюс по одному рабочему в каждый Бороуз. На случай, если между выстрелами больше пауза, чем КД, ну то есть подходит противник, ты по нему делаешь выстрел, он отходит. Тогда лучше, конечно, чтобы в каждом Бороузе был по рабу. Ну или просто, чтобы в одном был один, чем держать большое количество. Но если мы говорим о ДПСе, то он увеличивается пропорционально количеству рабочих Бороуза. Это все проверяли в свое время. Так, кипер Фогича пытается поймать на криппинге Сыху. Ну так, ловит одного Гранта. Пурш уже есть первый. Второй пытается игнорить Блэйд в это время харасит сам. Минус Грант. Один. Но маны на следующую прикопку нет. Да и прикопка только первого уровня. Тут сложновато будет что-то сделать. Высасывает еще ману и козла. Не будет прикопки второй. Надо ставить базу, но здесь уже Блэйдмастер, блин, плохо. Лайтнинг щилд на Виспе. Надо еще Виспов брать и, возможно, даже достраивать. Ой-ой-ой-ой-ой. Берет еще Виспов. Берет Алхимика по центру. Ретаргет нужно делать уже. Блэйд работает над шахтой. Минус Висп еще один. Хорошо, но нычку мы, по крайней мере, ставим, да? Грамотно кидать Лайтнинг щилд на Виспа, который в сетке. То есть ты с этим сделать ничего не можешь. Увести ты его не можешь, и он всех дэмэджит, кто вокруг. Хитюр, бобер. Да, фокус ставит стандартную ответную базу. Это... Ну, по сравнению с тем, что мы видели вчера против Флая, Фогич стартанул очень плохо. Серьезно, очень плохо. Сэха третьего уровня. Добил. Наручи, наручи, наручи. Светок лечения, наручи взял сам. Козлову надо телепортироваться. Элинвул. Да блин, ну хоть что-то. А, пинг, скорее всего. Да, у нас же тут 200+. Да, Фоги отлетает здесь. Ну, он, скорее всего, прожимал, но... Это один из недостатков игры на Нонсидзе, что у тебя 200+. У него было инвул и телепорт, и видно было, что козла... Надо было раньше жать, конечно. Жалко. 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 Хотя я вчера не замечал. Может, зевнул. Может, просто зевнул. Такое тоже бывает. Даже не успели ничего особо сделать в этой игре. Ну, то есть, протекторы проверили. Козел не успел второй взять, поэтому гранты спокойно бегали какое-то время. Мы не смогли их подрезать. Хороший очень харас от Блейда с Lightning Shield. Замедлил, поотвлекал, Веспов поубивал. Жалко. Ладно, есть лузера. Сейчас так сразу. Лузера будут завтра играть, так что мы с вами можем посмотреть. Ну, Фогич единственный, по сути, кто не гнушается играть на пинге. Потому что это происходит же на Тизе. У меня сейчас, например, на Тизе пинг 260. Там можно, конечно, этот... Как он называется? Амплифайер, бустер какой-то там, не помню. Акселератор. Три кота могут окружить тебя? Да. Такое регулярно происходит. Я иногда нахожу в спальне придавленную котами жену. Она не может своими силами встать, потому что, ну, один там кот норный под этой, под одеялом, другой сверху на одеяле, в гнезде. Третий тоже рядом трется. И все. Ну, ты повязан просто, окружен. Ничего не сделать. Приходится освобождать, спасать из окружения. Но тоже не без труда. Блин, Фогич, я... Я думал, что... Ну, хотя ладно. Вчера были другие матчи с Флаем. Сейчас вот Фокус показал, что он посмотрел демки, подготовился, разведку сделал правильно, среагировал. Не гнушаются многие, но Фоги единственные, кто отбирается. А это с отборочными была тема? Мне казалось, что это вообще по приглашениям. Нет, Кули Файл. Файл был. Ну, никого не было в квалификациях, кроме толпы китайцев и корейцев. То есть, никто не участвовал. Пожалуйста. Я уверен, что эти отборочные вообще были открыты. Прайс пол ноль, просто за квоты. И все. Любой из нас, чемпионов, может зайти просто и изи показать, как надо пройти квалификацию. Не-не-не-не, я котов просто убираю постепенно. Отвлекаю одного и все. Куда ты его хоронишь? Что? Фоги вчера первую тоже проиграл, причем на этой же карте. Да, так и было. Там, я помню, было четыре протектора, мне показалось даже на секунду, что Фоги сдюжит и... Ну, и... Ну, там четыре протектора на базе Уорка. Все. Еще армия стреляет. Но... Нет. Зато потом, да, были классные каточки такие, в том числе макро-каточки. Ждем следующего матча. А, вот он. Они, похоже, сразу стартанули, просто я не сразу заметил. Потому что после какой-то там кастомки был. проверял только свежие. Мне кажется, они какое-то время уже играют. Сейчас посмотрим, послушаем. Две минуты. Нет, в целом нормально. Да еще только-только все начинается. Твой ход. Жду приказа. Я должен защитить... Михаил, добрый день. Как же земля? Она в опасности. Ориентировочно сегодня вечерком продолжим. Часов в восемь, в девять, когда вернусь домой. Ну, турнир хороший этот. Че, Фоги играет. Весь топ китайский, корейский. Даже инфи сегодня зашел на огонек. И классные игры у Муна были сегодня. Висп на 21. Колечко выпадает в лойду. Приказывай. А-а-а. Успели нейтрало убить этого пиона. Висп на разведочке. Видит, кто с базы куда уходит. Сергей, зерк, привет. Мы же заканчиваем. Сейчас осталось пара каточек. От одной до двух. Мурлок трупоед. Хантерс холл. Блин, я быстрее, чем Фоги к Виспу на Хантерс холле переместился. Он, видимо, где-то контролит. Опа. Опа. Что? А так можно было? Здание готово. Заготовочка? Я не видел такого протектора. Таких протекторов я не видел. Не, ну, вместе с ним можно просто закрепить довольно быстро эту точку. То есть выкапываешься, сжираешь, садишься и... И все. Ну, танкуешь, естественно, этими энтами. Приказывай. Или он... Нет, он должен избавиться от нейтралов, потому что протектор же будет сразу стрелять. Блин, как неудачно. Сейчас... Если протектор... О, он выкопался сразу. Ой, молодец. Не, не будет онкрипиться, он сразу побежит. Блэйд на персоналке врывается спасать своего грунцера. Еще одна прикопка. Минус Грант. Блин, как он знает фокус вообще? Что? Это что, типичная вещь? Они уже встречались, он уже так делал? Что, блин? Проверять Грантом. Такое место. Такое место проверять Грантом. Ты с ума сошел? Назад надо возвращаться. За деревом. Срочно за елкой. Жрать елку. Прикрывает свой протектор. Старается. Так, и еще немножко протекторов. И АО второй. Ё-моё. Они верят. Фокус не верит, что эта застройка продолжится. И не делает ламбер мил. О боже. О боже. Сейчас протектор буду таким... Просто обычно орки сразу ставят мил. И, ну все, у них есть возможность сделать, соответственно, катапульта. И на этом с первыми, там, с первой одной и двумя катапультами застройка заканчивается. Но он не поверил. Он не поверил. Понимаете? Он думает, это стандартный протектор один, который, с которого я... От которого я отобьюсь сейчас со вторым героем. Изи. А он не один. Их четверо. Оуу. Лиз говорит, она вторая еще будет. Да я знаю, мне уходить нужно, к сожалению. Это известная ловушка Гогича, говорит капитан Арктика. Легенды слагают об этой ловушке. И мил пошел. Только сейчас пошел мил. Оуу. А там разведка, видимо, увидела, что нет в Т2. И все. И понял, что... Что беда. Протектор закапывается один, окапывается. Козла начинают бить. Внимание, аккуратно. Четыре протектора в окопке. Арча прячется. Виспы стараются. Главное барак убить. Тут грабеж идет средь бела дня. Точнее, средь ночи. Перекапывать правую протектора нужно. Как же он жахает, вы посмотрите. Бедный фокус. Пытается козла убрать. Но сейчас могут убрать цеху. Цеха уходит на спидах. Арчу убивают. Грант с виспом соревнуется. Катапульта появляется. У-у-у. Лечение. Катапульта сразу начинают чинить. Пошла первая ката у орка. Но у него сейчас минус бороу. И сейчас можно убить просто. Барак накидывается. Это гг. Ну не будет даже одной катапульты. Наверху пытается второй барак отстроить. Но ката уже начинает сносить барак. Надо перекапываться протекторами быстрее. Быстрее. И в мейн тыкать. О-о-о. Ну что, фокус думает, что делать. Он замазывается. К такому нас не готовила судьба. Ну, в смысле, жизнь. Это слишком хитро. Протектор один хитрый. А потом еще три хитрых протектора. Катапульты. Здесь. А, и козла сейчас будут убивать. Прикапываются. Виспы идут. Пытаются сейчас... Последний шанс, кстати, на самом деле. Потому что магазина нет. Лечения нет. И ты просто... Ну все. До свидания. Катапульты возвращаются. Бьют мейн. Заказывается первая ката. Но без мейна очень сложно развиваться. Я слышал в аркафсе. Еще одна третья катапульта. Котопульта. Инвиз. Блэйдмастер. Пытается козла убить. Козел мансит. Как царь. Мейн. ГГ. Эльфы. Какая же все-таки эльфа халява, да? Скажите. Ну скажите. Ну халява же. Халява же. Реально отдал одну игру, как у Туза в Москву, чтобы потом выиграть войну. Ну пока еще не война, а пока сражение. Ждем третью решающую игру. Фогич, конечно, коварен. Но это аркада. Это аркада. Десбаст предлагаю наказать. А, там товарищ Дерзко в самом начале сказал, что типа сейчас скринь там этот. Где он там? Где Десбаст? Не вижу. А что? По списку пользователей. Еще здесь. На, на. Отдыхай. Эксперт. Не до тёпа. Просто. Такой-то он убас. Мало того, что сам не играешь, так еще и не разбираешься. О, какой-то не очень. О, сейчас мы всем чатом ржем над тобой. Да он сказал, что... Сейчас Фоги сольет, скриньте. А слили-то в результате тебя. Че ты улыбаешься? Че ты улыбаешься? Я вижу все. Ржем всем маршруткой, говорит. Чобас. Неплохо. Может, он говорил, что норка сольет. Ох, секрет-секрет. Самое плохое, что можно делать, это пытаться защищать человека, который накосячил. Много у нас сердобольных есть людей, но ты не туда вписался просто. Это ошибка. Блин, отличный сегодня стрим получается. Настроение классное. Баны идут. Ух, прям. Все есть на трансляциях. Все. И Варкрафт, и Скиллуха, и... Чатик что-то притих. А за что секрета? Ты считаешь, что не это самое? Не за что, да? Нагибатор. Нагибатор, давай, расскажи. Ладно, ну, надо как-то развлекать, пока игра не началась. Ничего я могу сделать. Говорит, зря секрета забанил. Говорит, Самура. Блин, Самура. Никнейм. Какой айдишник? А, нет, миллионник. Миллионники не жалко. Ну, ребята такие серьезные, понимаете, они... У нас... У нас есть прогрессия. Прогрессия по банам, по срокам. Ну, что мелочиться. Самура на недельку пошел. Миллионники не зрителей, говорит, Виви. С айдишником 7-7-7. Блин, какой же у тебя айдишник. Ах ты пес. А-а-а. У-у-у. 7-7-7. Ё-моё. А-77 у кого? Fire Strike. Это проигрок. А седьмой? Да ладно, ромушки. Блин, Рома. Ромушки. Тот самый ромушки. Красава. Так, ну чего, где там у нас третий решающий? Алло. О, Грач. Да, Грач. Ну, ромушки, да, это тоже легендарная личность. Их не за что было банить. Несправедливо, говорит, Вада, 82-32. В смысле, как несправедливо? Всех, что ли, несправедливо? Там у каждого своя причина бана получается. Почему несправедливо? Один сказал, что Фогги сольет, и он не слил. Ну, еще сказалось специально, типа, вы смотрите, вы запомните мои слова. Так, а что не так? Если бы можно было безнаказанно говорить, типа, вот что произойдет, а потом как бы не отвечать за это, то у нас был бы хаос. Скриньте. Как посмотреть свой ID? Ну, есть несколько способов. Несправедливо, говорит. Блин, вот. Детский сад. Третья игра. Фокус против Фогги. Один-один. Откуда у меня прем на Майкер требует объяснений? Пару дней назад неизвестный, неизвестный, подарил 68 премов. Посмотри мой Ауди, стало интересно. А какой у тебя Ауди? Айфон тебе уже Ауди прикупил, видимо. Заменил тебе ID на Ауди. Ну что, погнали. Висп сваливает. Кипер второй. Блэйд выбивает. Ну, из него артефакта нет, просто из него... Может, книжка выпадает, но самое главное, что... Да, книжка ловкости. Что он там не лечит и иннерфайра не кидает. Приказывай. Опа. Фогги находит врага. Подрезает гранта. Блэйдмастер в зоне риска. Время пришло. Ну, прикопай. Прикопай. Не, убил бы, видимо, да? С прикопки двух-трех выстрелов. Блин, или убил. Сколько там было жизни? Почему не прикопал? Так, ребят, сложно... Надо срочно посмотреть количество здоровья у Блэйда в тот момент, когда у Фогича откатывалось этот... Потому что, ну, это что-то... 155? Не, 155, это уже когда он от регена убегал. Там он уже успел 2-3 секунды подрегениться на этом... На замазке. Он нарушил наш покой. Прикопка на гранта кинул. Да мне казалось, что там откатиться должно было в тот момент. Надо смотреть. Минус висп. Протектор не построить. Но мы делаем сразу зато очень раннюю базу. Сразу базу. 90 хп примерно. Но вот мне казалось, что если там была прикопка и 2-3 выстрела, то Блэйд бы не уходил. То есть у него... А-а-а! Забейте, у нас же еще просветки не было. То есть там 2 секунды было. Мы за 2 секунды бы, скорее всего, ее не убили бы. Так что да, там без просветки делать нечего. А просветку Блэйд купил. В том магазине, видимо, перекупил. Грамотно, грамотно. Все рассчитано. Как говорится, calculated. И в такие моменты, конечно, важно иметь... Во-первых, опыт, который тебе подсказывал, что в таких ситуациях... Какие сценарии развития событий. Вот ты наверняка делал и так, и так, и так. В похожих ситуациях оценить, насколько эта ситуация похожа на те, которые были. Ну, то есть насколько близко по количеству хп, по тому, где какие юниты располагаются, сколько ты урона можешь нанести. И принять быстро причем, принять правильное решение. Быстро правильное решение. Ну, что ж такое. Наши воины вступили в бой. Природа не знает усталости. Пригаза. Укажи мне путь. Где опасность? Где опасность? Я вся внимание. Так, сори. Кот сгрыз зарядку для анонбука, блок питания. Все, и ее восстанавливают. Прикопка, блин. Блэдмастер уже затаренный хороший такой фокусовский. Ну, ладно. В целом, нычка у нас не была отменена ни разу и была поставлена достаточно рано. Козы к третьему идет. Блэд только второй. Ну, в смысле, второй и должен быть вторым. У орковских и эльфийских тавров одинаковый рейндж. Нет, протекторы стреляют на меньшее расстояние. У орковских вышек самый высокий рейндж в игре. 700, если мне память не изменяет. У всех остальных приблизительно 600. У хумановских 600. Скорее всего, у эльфийских тоже 600. Арча застряла, скорее всего, да? Нет, подожди, как она туда добралась? Она не могла там застрять. Блэд еле-еле уходит. Блин. А, орка 800. У остальных 700. Спасибо большое, Анигва. И козлик здесь. Лечение есть. Попытаться добить. Ну, попытаться можно же было. Там урона хватало. Урона хватало. Так, ну ладно, прикопку здесь не сделать, увы. Пошла база. Блэд здесь. Алхимик, три кота. Перебивает лечение грамотно. Грамотно. Сейчас, правда, пурч и все, минус код. Срочно нужно помогать. Пошла сова, прикапывает блэйда. Код падает. Первый. Маны нет на прикопку. Арчу доконтраливает. Да, но тут вышки, понимаете. У нас база будет пораньше. Пытается хоть как-то разменяться здесь. Не доконтраливает Фогич. Вообще контреску не контролит. Еще вышка. Сыху? Не, нычку тыкает. Вот это хорошее, кстати, решение может быть. Если правильно рассчитал, то можно выиграть много времени. Телепорт. Не успеваем убить. Не успеваем нычку убить. Понимает это и убивает гранта. Молодец. Правильное решение. Правильное решение. Но на тоненького все тоже. На тоненького. А что по магазину? По тайминговому? Нет, магазина таймингового. Тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю-тю. Может по коктелю? Контрески подставляются. Может вообще Шреддера взять и пропушить? Хотя он тоже быстро отойдет. Протектор, который должен был нам помогать в пуши. Отдается, к сожалению. Scroll of the Beast хорошая тема. Нечем контрить орку. Scroll of the Beast. Можно попробовать сделать какую-нибудь тайминговую атаку. Как раз с видком рыка. Да. Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой новый рецепт? Слушай. Тю-дю-дю. Тю-дю-дю-дю-дю-дю. Да, козел там уже не мог оставаться, к сожалению. Светок лечения. Возможно, инвол. Два свитка лечения. Третий алхимик. Нет, хороший момент для пуши. Очень хороший момент для пуши. Только что база достроилась у орка. Он правда окружает, блин. И огненный плащ берет. Привет, холера. Все, надо выходить из лимита. Надо пушить его. Пока бетона нет. Бетон не успеет, скорее всего, сделать орк. Ну не тормози, Фогич. Нужно принимать уже активные действия. У тебя же все есть. Куда он бежит? Не понял. Что это такое? Огненный плащ работает с лайтник щелдом. Да, да, да. Большая бутылка маны выпала. Вот что это за беготня была только что? Кто мне ее подскажет? Почему сразу не побежать был на эксп? Наша священная роща отквернена. Да, кстати, только сейчас увидел, что свиток похож на рулон, заканчивающийся туалетной бумаги. спас виспов своих. Ну вот зачем? Вот к чему это была беготня? К чему? По таймингу надо было бежать под момент, когда рабочие вы выходили. Ладно, шансы еще есть. Особенно с кроллоза бистом. Можно хорошо посражаться. 67 лимита на 58. Дракона не успел добить. Надо бы свиток купить еще один. Денег не хватает. Дракона, 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 дракона! Дракона, ну вписывайся! Дракона отдал. Кельтолазские сапоги. Блэйдмастер плюс еще шесть агилы. Кадой молодой. Фогич приходит на базу штурмовать. Лавку сразу убивает. Это хорошая тема. Еще свиток лечения купил. В результате у нас три свитка лечения. Иллюзии козла. Плохо, что... Для орка плохо, что нет. Так, иллюзии. Скролл оф зе бист. Погнали. 45 секунд. Лайтнинг щилд. Блэйда тут же прикапывают. Фокус. Позиция у Фогича просто шикарная. Только прятать нужно Арчу. Да, молодец. Бороу снес. Сейчас в сэплай блок загонит фокуса. Уже загнал. 60 на 50. А у нас 70. И протекторы пошли. Может магас еще построить? Давай, давай. Спасай, спасай котов. Аккуратненько распределяем урон. Мун в такой ситуации бы выиграл. Барак, кстати, нам не мешает абсолютно. Он нам только помогает. Он не дает проходить нормально. Грантам. Видите, толпятся все еще сзади люди. Свиток лечения 1. Став на алхимика. Он был пустой. Ворчи прорываются. На персоналке возвращается алхимик. 55 лимита уже у Фогича. Неужели отобьется? Похоже, отбивается. 40-50 лимита на 56. Протектор тыкает, начинает фокус. Теряет одного гранта на протекторе. Протектор отменяет двух грантов. Шамана. Протектор 1 достраивается, но 1 протектор это не так много. Хотя это такое хорошее основание, учитывая то, что здесь больше никого не осталось. А протектор будет долго стоять, его невыгодно бить. Кажется, мы остаемся здесь. 48 лимита на 70. Сейчас чисто арчей. Барак убиваем тоже инкому. Ну, в смысле, производство запарываем. Хотя восстановил второй барак фокус здесь уже заранее. Такое поле боя усыпано трупами. Магазин делает. Все, главное сейчас подкрепу нон-стоп штамповать. И чисто арчей на самом деле. Потому что, ну, протектор можно использовать здесь как... Ну, хотя, блин, виспов еще бы. Виспов молодец. Арчей идут, виспов идут. Да, 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 да. Давай, держимся. 56 лимита на 56. Фокус идет в атаку. Инвул прожимает, потому что Блэйдмастер очень битый. Сэха без маны. А, там большая бутылка была маны. Поэтому он так долго держался. Протектор минус. Алхимик левел ап. Блэйда можно убить! Блэйда можно убить! Блин. Диспл очень хороший. Лечение у алхимика замечательное. И Фогич молодец. Все, теперь мы прорываемся к линии рабов. Ему как-то нужно лечиться, а лавка у нее не достроена. Вот это вот то, что лавку он не построил. Это проблема большая. И еще пошли... Ай, Лайтнинг Чилл. Аккуратненько, аккуратненько. Не теряйся так, пожалуйста. Лечения нет. Арчей надо сплитить. Арча пошла вперед. Блэйд очень битый. Можно прикопать, убить. Можно прикопать, убить Блэйда. Есть минус Блэйд. Молодец. Это уже сильный удар по армии Орка. Минус Рейдер. Арчи стреляют. Кажется, дожимает Фогич. Кадой голодный. Арчи стреляют по шаманам. Отстреливает очень быстро. Гранд, блин, под Лайтнинг Щилдом. Очень дикий. Студжи лечения от алхимика. Магазин достроился, кстати. Магазин. Может, чуть-чуть отступим к магазу. Отрегенимся, ману. Ну, вроде и так справляется. Орка умирает больше, чем... Чем эльфы. И сейчас рабочих. Рабочих, рабочих, рабочих. Бороусы наверху. Рабочих героями. Реген маны алхимиком и козлом. Молодец. Протектор поближе. Красава. Все, 2-1. 2-1. Но дальше вы сами, друзья. Досмотрите, пожалуйста, полуфинал. Там два полуфинала. Мун будет играть с Фогичем. Блин. Ну, я реально должен уйти. Простите, пожалуйста. Я посмотрю потом в записи. Кого я обманываю. Сто лет записи в Варкрафте не смотрел. Нападает сзади. Орк. Блэйда выкупил. Магазин убивает. Надо ману закупить перед... Жизнь, жизнь. Ну, ману купи. Две бутылки жизни. Хорошо. Хорошо перехватывает подкрепу. Но на самом деле здесь арчи очень хорошо стреляют. Убивают Кадоя. Там Т2. Я даже думал, что мы вдруг там Фогич Т3 успел сделать. Ну и подставляются рабочие. Алхимик домой. Ману восстановил. На персоналке возвращается. Может, даже ману приобретет. Да, ману и телепорт. Красава. И назад на Веспа. Красиво. Ну все, это... Дожимаешь и все. Арчи бы еще перебить регенерацию. Нет, не тыкнул. Было бы красивым. Рабочих уже почти не осталось. Протекторы стоят. Блэйд врывается. Четвертого уровня. Критует. Горит. Рейдеры пытаются... Ну, протектор, чини, 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 чини. Чини, прикапывай. Ну, делай что-нибудь. Ну, Фогич, ну... Что ты делаешь? Ну, вообще не контролит. Что он делал? Где он был? Пятый алхимик. Третье лечение. Поехали. Третье лечение не взял. Ну, я ж тыкал тебе лечение. Ну... Время пришло. Базу теряет. Фокус. Блэйд продолжает нарезать. Но инкома сейчас не будет вообще орка. 52 лимита у Фоги. У Фокуса 40. Орде. Рабочий эвакуируется. Быстро можно убить вот эти два броуса с орчами. Это будет тоже такой... Ну, то, что он Фокусу надо отстраивать заново. Протектор перекапывается. И анты пошли. Шаманов очень много орка. Сохранил. Но маны маловато. Лечение третье. Арчей вытаскивает из могилы. Но на самом деле Блэйд добивает Арчу. У него там 60 урона. И плюс он горит еще. Еще лечение. Как колхимик заливает, а? И даже подспас почти Арчу. Ой, Блэйда можно убить. Подблочил хорош! Вы видели, какой хороший своевременный был Блэк? Арчой. ГГ. Фоги. Красава. Друзья, увидимся с вами в часов 9. Пока-пока-пока. Продолжайте смотреть. Там полуфинал. Можете сайды посмотреть. Наверняка кто-то из наших тоже стримит. Я побежал. Должен. Уже опоздует. Субтитры сделал DimaTorzok